Здравствуйте, мои друзья! Наконец-то я дождалась цветения лилии дженхиньяны, которая появилась, по-моему, 4 года назад. Первый год был адаптации, второй год показался бутон, но из-за неправильного режима полива орхидея его отсушила. Третий год продинамила цветение, так как зимний период провела при температурном режиме не ниже 13 градусов. И вот, наконец-то, я с осторожностью, ухаживая и наблюдая, вытягиваю этот цветонос. Боюсь, что опять его скинет. При этом вы, скорее всего, заметили, что псевдобольбы немного сморщены. Я стараюсь обильно не поливать орхидею, так как в прошлый раз, после обильного полива, на следующий же день, бутон начал гнить, то есть чернеть, и в итоге отпал. Как раз на той фазе, когда уже начал потихоньку раскрываться. Ох уж и капризная эта лилия дженхиньяна, которая для цветения требует в зимний период, именно в тот момент, когда находится в периоде покоя, холодный температурный режим в ночное время, где отметка не должна превышать 10 градусов, может опускаться и до плюс 5. Также перепад между дневной и ночной температурой должен составлять от 7 до 10 градусов. При этом должна присутствовать высокая влажность, не ниже 70%. И присутствовать яркое освещение, в пределах 30 тысяч люкс. Вот и попробуйте создать в домашних условиях именно такие параметры, чтобы эта красавица зацвела. Сложновато. Может у кого-то и есть опыт, но у меня не получилось, так как один год зимний период я обогревала холодную часть балкона. Температура не опускалась ниже 12-13 градусов. И, как я уже выше сказала, архиетея на этот год меня продинамила. Хотя на развитие самой куртины это никак не отражается. Чем ниже температура, тем меньше полив. Чем выше отметка, тем обильнее полив. И так как это представитель высокогорный, то при высоких температурах обязательно требует хороший поток воздуха. Посмотрите, какая сморщенная куртина. Я боялась поливать. Сейчас, конечно, я начну обильный полив, чередуя хорошими, недолгими просушками до хруста. В обиходе у меня имеется и белый вариант. Но пока я его еще не зацвела. Вроде растение приобреталось 3 года назад, взрослое. Но ничего, подождем. Я думаю, что в следующем году я могу показать цвету уже два варианта. Вы, скорее всего, заметили, что у этого цветка имеется небольшой дефект. Губа с одной стороны немного короче, да и петалии немного шире, чем должны быть. Хотя эта форма мне больше нравится. Но ничего, это первое цветение. Понаблюдаем, как процветет в следующем году. Посмотрите, какая красота. Какой огромный цветок. Диаметром достигает до 12 сантиметров. Хотя сама куртина высоту достигает всего 10 сантиметров. Какое прекрасное соотношение. Я представляю, если эта куртина когда-то зацветет обильно. Ее практически не будет видно. Из-за огромных цветов. К сожалению, цветку всего 3 дня. И аромат пока еще не появился. Хотя должен, но у нас пасмурные дни. Жду, когда появится солнышко. Но думаю, еще не скоро. Как появится аромат, я обязательно опишу его в комментариях. Говорят, должен быть приятным. Также со временем оттенок цветка должен немного потемнеть. Тоже интересно, как же он будет выглядеть. Имея такое интересное сочетание желтого и на данный момент нежно-розового. Эх, какие же интересные орхидеи со своими сюрпризами. Вот вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. А на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok